В Ишимском районе за один рейд поймали сразу нескольких нарушителей, которые сливают жидкие бытовые отходы в неположенных местах. Уже несколько лет на федеральном уровне обсуждают ужесточение наказания, но пока ситуация остается прежней. И минимальный штраф для физического лица – полторы тысячи рублей. Насколько это ощутима, сумма для частных осенизаторов знает Оксана Павлова. Это излюбленное место нелегальных осенизаторов находится в пяти километрах от Ишима. Раньше здесь была свалка, а когда ее законсервировали, место превратили вот в такой отстойник. Сегодня мы застали здесь двух водителей осенизаторских машин. Ну, утилизируете здесь, да? Да. Всегда или еще есть места? На честные, чтобы лили. От чего зависит, куда везти? Расстояние. А, где ближе собрали, там или слили? Да. Сегодня я здесь первый раз. Менял ремни, у меня порвало ремни. Остатки ремней, вон они лежат, я их в зеркало вижу. Буквально за полчаса до этого вы из этого же леса выехали. Вы тоже ремни меняли? Да. В Ишиме и районе лицензионную деятельность по вывозу жидких бытовых отходов осуществляют как предприятия, так и предприниматели. Всего 45 машин. Законно утилизировать нечистоты можно только на честных сооружениях. Можно предположить, что человек, водитель, просто зарабатывал себе денежку на карман. Как бы предположение можно сделать, что мимо конторы, что даже предприятие, можно даже не знать, что он поехал куда-то налево. Очистка одного выгребного колодца в частном секторе стоит в пределах 1200 рублей. Желающих легко заработать ловят ежемесячно, обычно в одних и тех же местах. Каждый месяц мы ездим по всем этим местам, которые мы знаем и ловим. Сколько ежемесячно вы задерживаете нарушителей? Ну, раз одного человека в месяц точно ловим. Вот сегодня один день и уже двоих. Да, очень хороший рейд. Решают проблему загрязнения лесов и общественники выезжают в рейды, делают фото и передают их в контролирующие органы. Сейчас в любой лесок сунешься, значит, везде мусор, везде свалки. Значит, даже не стыдятся у кладбищ сливать нечистоты. Однако меньше нарушителей не становится. Выход из ситуации специалисты видят в установке шлагбаумов, на въездах в леса и прокладке траншей. Санна Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.